Мужчина не должен считать себя высшей женщины, не должен думать, что он лучше, чем она. Женщина тоже не должна так себя вести. Есть отношения младший-старший и старший-младший. Три типа отношений человек должен знать, как эти отношения строят. Например, старший должен вести себя твердо, строго и решительно, но при этом он должен быть снисходительным к младшим. Младший должен уважать старших и верить им. Понимаете? А равные должны быть близкими друг к другу, открывать друг другу сердце. Вот если ваш муж начал гулять, значит, ваши сердца не открывались. Вы не знаете, что такое равные отношения, вы не понимаете, как их строить. Если человек не хочет открывать вам сердце, значит, его надо вскрывать с помощью искренности внутренней. Пускай это будет болезненно, но зато это будет правильно. Всегда, когда человек строит правильные отношения, он становится счастливым. Когда он строит неправильные отношения, он становится несчастным. Если человек не хочет строить равные отношения, тогда с помощью отдаления и приближения можно заставить его открываться. Например, если он ведет себя неправильно, вы отдаляетесь от него, а если он ведет себя правильно, приближаетесь. Есть другой тип отношений, когда человек должен всегда держать дистанцию Если человек ведет нечестно, значит нет с ним никаких отношений Есть только формальные отношения И с любовью надо выполнять свои обязанности перед ним Но никогда не открывать ему свое сердце и держаться от него на хорошей дистанции внутренней Означает, не нужно дарить ему любовь в отношениях Можно в выполнении своего долга дарить ему любовь, но в отношениях никогда Он должен видеть, что он неправ, почувствовать в результате вашей дистанции Даже если человек старше ведет себя неправильно, нужно тоже держать по отношению к нему дистанцию Но при этом сохранять понимание, что он старше Воспитывать человек имеет право всех и всегда До роста всех по-разному Изучайте эту тему и вы добьетесь счастья в своей жизни Сейчас вы эту тему не знаете и поэтому вы обескуражены Вы думаете, что вам делать, как сделать так, чтобы она отвалилась Это не заноза, понимаете? Чтобы она отваливалась Женщина нуждается в защите всегда Когда женщина одинока, она теряет разум Она не понимает, с кем ей общаться до конца С кем не общаться Если появляется человек, она склонна верить, что она ему нужна больше, чем жена В это время она не понимает, что она совершает греховный поступок, разрушая семью Но вы-то должны понимать Открывать сердце нельзя сейчас по отношению к нему Надо его закрыть и отдалиться от этого человека Но при этом выполнять свои обязанности перед ним И тогда он начнет трезветь Потому что он вас любит Но он вами пренебрегает И также нужно закрыть постель для него Если он спит одновременно с двумя То вы не уважаете себя как личность просто Вы плюете себе в душу таким образом И всегда верьте, что Бог защитит вас Никогда не думайте, что если вы не будете унижаться перед ним Тогда в этом случае вы останетесь одна Знайте, что если в вашем сердце будет к нему любовь Он никогда вас не сможет бросить Всегда бросают человека, когда в сердце наступает ненависть А у вас сердце доброе Вы даже не можете на него толком разозлиться За то, что он сделал Поэтому он вас не сможет бросить Вам надо просто научиться строгости Строгости и злоба — это разные вещи Строгость идет от силы духа А злоба — от слабости Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...